МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочинцы приступят к восстановительным работам в селе Черешня. Из-за оползня по дороге не может пройти рейсовый автобус. Золотая слава Кубани поступит во все сочинские школы. Ее автор – участница Великой Отечественной Сочинка Идея Морозова. Сочинцы привезли с первенства и чемпионата Европы по джиу-джитсу 10 медалей. В турнире приняли участие спортсмены из 26 стран. По факту исчезновения в Сочи пятилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С момента исчезновения Вероники Тришкиной прошло уже больше суток. Она исчезла накануне около пяти вечера со двора собственного дома в селе Бестужевское Адлерского района. О том, как идут поиски девочки, расскажет Ольга Десятого. Пятилетняя Вероника Тришкина исчезла со двора собственного дома по улице Главное в селе Бестужевское Адлерского района около шести вечера во вторник. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В масштабной поисковой операции, которая началась еще накануне, сегодня задействовано уже более тысячи человек. Это полицейские, спасатели, казаки, местные жители, волонтеры. К поискам привлечены и сотрудники администрации города. Сейчас с решением главы, вот уже с утра практически приезжают команды, по 20 человек, по 25. Сейчас уже порядка 250 человек, которые тоже принимают участие. Вместе с охотниками проходят все тропы, куда в теории могла уйти эта девочка. Начали искать девочку накануне в начале десятого вечера. Поиск шел всю ночь и сегодня не прекращается ни на минуту. В первые часы поиска операцию вели на территории в 50 гектаров, то есть в пределах села. Ночью обнаружить девочку пытались с помощью тепловизоров. Позже радиус поиска пришлось увеличить. В него включили уже лесной массив, а также близлежащие населенные пункты. Кстати, о том, что девочка исчезла, в полицию сообщил ее отчим, 28-летний Мурат Шахмерзяев. Мать Вероники в момент пропажи находилась в роддоме. Она родила четвертого ребенка. Отчим утверждает, что отлучился лишь на несколько минут. Вернулся, а девочки нет. Она ушла в короткой джинсовой юбке, синей кофте с длинным рукавом и красных кедах. Сначала мужчина пытался найти Веронику сам. Спустя пару часов сообщил в органы, а после пропал. Сотрудниками полиции также устанавливается местонахождение отчима пропавшей девочки, который сообщил о том, что ребенок исчез в полицию, после чего перестал выходить на связь. Есть версия, что отчим мог сбежать из-за проблем с документами. Он гражданин Азербайджана. Впрочем, к середине дня мужчина был уже найден в одном из хостелов Адлера. Сейчас с ним работают правоохранители. Кстати, мать девочки уже тоже присоединилась к поискам. Остальные дети сейчас находятся с бабушкой. Ну а по факту исчезновения Вероники возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данному факту, следственным отделом по Адлерскому району города Сочи Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативные мероприятия. Поиски девочки продолжаются. Полицейские заходят в каждый дом, в каждый двор, открывают каждый люк. Спасатели и добровольцы прочесывают лес, в том числе с собаками. Ищут Веронику и беспилотники. Поиски усложняет сложный рельеф, горно-лесная местность и дождь. Полицейские просят тех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении девочки, незамедлительно звонить 02. В сети появилось видео нападения на врача в приемном отделении горбольницы номер 4. Инцидент произошел 9 марта. Скорая помощь привезла в стационар 22-летнюю Сочинку. Пьяная пациентка вступила в перепалку с врачом, а затем несколько раз ударила ее, в том числе и по лицу. Фельдшер скорой помощи уже написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Похоже, инцидент произошел в Сочи 21 февраля. Тогда в Адлерском чайсовхозе пьяный родственник избил женщину-фельдшера. За безопасность на избирательных участках в крае в день голосования будут следить 15 тысяч человек. Это полицейские, казаки, дружинники и сотрудники Росгвардии. Обеспечение правопорядка во время президентских выборов обсудили сегодня на краевом совбезе под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. 18 марта в регионе будут работать почти 2800 избирательных участков. Больше половины из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Это станет дополнительной гарантией честности и защитой от возможных провокаций, отметил глава края. Ведь основная задача – обеспечить открытость и легитимность выборов президента страны. Пристально уделить внимание фактам незаконной агитации в день проведения выборов. Это, как правило, всегда сопровождает любые выборы. Мы должны быть здесь принципиальны, как никогда. Мы просто будем требовать соблюдения закона. Никому это не позволено. И никто не будет никаким способом продолжать агитацию в день голосования. И в день тишины в том числе. И, коллеги главы муниципальных образований, это, в первую очередь, тоже и ваша задача. У нас в крае 4 миллиона 100 тысяч избирателей. Наша с вами задача – дать просто возможность, дать им право свободно, спокойно проголосовать. Сделать свое волеизъявление за того кандидата в президенты, за которого они считают. Еще раз подчеркиваю, мы должны обеспечить им эту возможность. И мы ее обеспечим. Немаловажный вопрос – это протест нации, это возможное проявление различного толка. Тут не только экстремистского, но и других. Это умение муниципалитетов, это умение всех чиновников, всех лиц, которые причастны не только к выборам, но и к осуществлению власти, отправлению правосудия, правоохранительных органов. Умение разговаривать с людьми, вникать в вопросы, которые сегодня есть. И понимать те проблемы. А самое главное – решать их. Еще одним вопросом краевого совбеза стала безопасность на дорогах региона. Уже в ближайшее время существенно увеличится туристический поток. А значит, появятся и дополнительные транспортные нагрузки. В зоне особого внимания – пассажирские автобусы и грузовики. Нередко на рейс такие машины выходят без техосмотра, а у водителей не всегда есть путевые листы. Кроме того, в большинстве случаев КамАЗы и фуры идут с перегрузом. А значит, еще и разбивают дороги в регионе. Чтобы найти решение всех этих проблем, Вениамин Кондратьев поручил создать специальную рабочую группу, в которую войдут как чиновники, так и сотрудники ГИБДД. После чего в ближайшее время этот вопрос еще раз поднимут на краевом совещании. Самое главное, что сегодня проблемы, мы не должны для галочки решать. Терпение у нашего народа, оно тоже безграничное. Поэтому надо просто выходить на решение, на результат. Вот что нужно сегодня. И здесь уже, когда собираемся, мы должны консолидированно выходить на какое-то, допустим, общее решение, которое нас приведет к результату, который сегодня так необходим жителям нашего края. Вот что нам сегодня нужно. Помимо этого, по поручению главы региона до конца года в Краснодарском крае установят 10 комплексов весового контроля для большегрузов. Совместно с правоохранителями сейчас разрабатывают схему их эффективного расположения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Тему охраны правопорядка на выборах обсуждали и в Сочи. На заседании антитеррористической комиссии пригласили и общественность курорта. Подготовительные работы на избирательных участках завершены. Все требования антитеррористической защищенности выполнены, рапортуют полицейские. На бдительность нацелили и всех домкомов с председателями ТОС. Наряду с избирательными участками, транспортом и местами массового пребывания граждан внимание необходимо уделить и спальным районам, подчеркивает глава Сочи. Вы в обязательном порядке должны проверить свои дома, подвалы и закрыть их на ключ. Проверить чердаки, но и самое главное, по каждому неизвестному для вас квартиранту, который будет находиться то ли в квартире, то ли на даче, то ли в гараже. Также, естественно, обращать внимание на забытые вещи, они могут быть не забытые. То есть проявлять бдительность, ни в коем случае самим не предпринимать никакие меры, сообщать по телефону 112. Также общественникам не лишний будет напомнить своим соседям, что на выборы стоит пойти и ради благоустройства своего же района. Сочинцы 18 марта будут выбирать и президента страны, и новый городской сквер. Впереди нам предстоит еще построить 16 пока скверов. Это по 4 сквера в каждом районе города. Естественно, мы хотели бы, чтобы наши жители обсудили эти территории. И поэтому во время выборов президента Российской Федерации мы также предложим нашим избирателям, нашим горожанам, также проголосовать и выбрать ту или иную территорию, тот или другой вид парка и сквера. И как он должен выглядеть, и какие там должны находиться спортивные сооружения, детские площадки и так далее. На избирательных участках разработан целый комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период голосования. Установлены камеры видеонаблюдения и средства тревожной сигнализации. На усиленный вариант несения службы уже переведены полицейские, казаки и подразделения Росгвардии. Мы проведем дополнительные проверки. Я прошу не успокаиваться здесь представителей участковых избирательных комиссий территориальных. 16 числа мы проедем еще раз по избирательным участкам, нажмем на эти кнопки тревожной сигнализации и посмотрим, кто приехал, в какое время приехали, готовы ли они обеспечить вам защиту. И нашим гражданам. Вся информация, которая вызывает волнение у граждан, должна поступать в полицию, подчеркнул начальник УВД города Сочи. Телефон доверия только один. Круглосуточный телефон доверия 269-29-53. Плета штаб оперативно создан, который в круглосуточном режиме получает информацию всего о выборах. В Сочи 347 763 избирателя. 18 марта, в день выборов президента России, на курорте откроется 221 участок. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Контрафакт не пройдет. На Кубани хотят построить завод по утилизации нелегального алкоголя. О необходимости такого комплекса сегодня заявил губернатор региона. С предложением Вениамин Кондрате выступил на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Провел его глава Минпромторга России Денис Мантуров. Проблема контрафактного алкоголя очень остро стоит в курортном регионе. В прошлом году на Кубани из-за незаконного оборота изъяли 1 миллион 600 тысяч литров горячительных напитков. А это больше половины всей изъятой продукции в Южном федеральном округе. Сегодня на садах в регионе находится почти 590 тысяч литров нелегального алкоголя. Это места для временного хранения и они заполнены до предела. Вот Денис Мантурович, здесь один момент, потому что места временного хранения контрафактного алкоголя превращаются в места постоянного хранения алкоголя. Контрафактный изъятый алкоголь находится от 3 до 5 месяцев на этих складах. Если, допустим, 2 или 3 месяца склад загружен, то нам просто-напросто дальше активность ни к чему, потому что мы не можем этот контрафактный изъятый алкоголь никуда складировать. В ЮФО специализированное помещение для хранения и изъятого алкоголя находится только в Астраханской области, а его утилизация производится в Волгоградской области. Ну, логистика, она не совсем понятная. Я считаю, я прошу здесь вашей поддержки, возможно ли в Краснодарском крае сделать специализированный склад и для хранения, и для утилизации. Я считаю, что это, во-первых, целесообразно, и действительно Краснодарский край в этом плане может быть пилотом, поскольку огромное количество туристов посещает этот регион. Поэтому при таком наплыве, я думаю, что точно не Волгоград нужно там в Астрахани везти, уничтожать, а прямо на месте. Для борьбы с контрафактным алкоголем на Кубани создали рабочие группы. Они действуют в каждом районе края. Однако существующих мер, по мнению Вениамина Кондратьева, недостаточно. Он попросил главу Минпромторга Дениса Мантрова поддержать предложение Краснодарского края расширить полномочия региона в борьбе с незаконной алкогольной продукцией. Инициатива уже находится на рассмотрении в Государственной Думе. Для более эффективной борьбы с нелегальным алкоголем мы просим расширить полномочия органов исполнительной власти субъектов и наделить их правом составления протоколов за торговлю алкоголем без лицензии в отношении физических лиц и предпринимателей. Юрлицу мы можем применять меры реагирования, а предпринимателю или физическому лицу уже не можем. Поэтому, если у нас есть полномочия по пресечению незаконной реализации контрафактным алкоголем в отношении юридических лиц, ну почему не расширить полномочия, не дать это право в отношении физических лиц и предпринимателей? Готовы также отработать и согласовав внести соответствующие изменения. Благодаря уже иные изменениям в законе, которые вступили в силу в прошлом году, в Краснодарском крае впервые за торговлю без лицензии на максимальные суммы от 3 миллионов рублей были оштрафованы несколько организаций. Еще 9 дел находятся в суде. Елена Всецн, телекомпания ФКТ. На создание ясельных групп в Краснодарском крае потратят 670 миллионов рублей. Это федеральные краевые деньги, которые выделят в течение ближайших двух лет. Об этом Вениамин Кондратьев рассказал журналистам информагентства Ария Новости. Как отметил губернатор Кубани, в регион каждый год на постоянное место жительства переезжают десятки тысяч человек. При этом в основном это молодые семьи с детьми. Потребность в детских садах у нас постоянно растет. Благодаря федеральным программам нам удалось закрыть очередь в детские сады от 3 до 7 лет. Сегодня президент ставит задачу создать максимальное количество ясельных групп. В этом году на реализацию проекта и средств краевого бюджета выделяется порядка 260 миллионов рублей. Кроме того, в рамках инициативы президента страны в этом и в следующем году будет выделено еще более 410 миллионов рублей федеральных средств. О необходимости создать ясельные группы в детских садах Владимир Путин заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию. По словам президента, в ближайшие три года должно появиться больше 270 тысяч мест. Для этого в помощь регионам из федерального бюджета направят около 50 миллиардов рублей. А теперь к сочинским новостям. Дорожники с понедельника приступят к восстановительным работам на оползневом участке в селе Черешня. Об этом сегодня главе города Анатолию Пахомову сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев. Глава города взял под личный контроль ремонт оползневого участка дороги в селе Черешня. К 1 мая она должна быть полностью восстановлена. На эти цели выделят 38 миллионов рублей. Пока идут подготовительные работы. Например, сегодня завезли щебень. Только для засыпки участка его понадобится около 600 кубов. По проекту предусмотрено 33 буровых столба, развязка металлической трубы швелером и 26 плит. А массовые здесь дорожники появятся в ближайший понедельник, 19 марта. Я знаю, что геологи обследовали. Сегодня все понятно. Нам нужно 38 миллионов рублей. Они будут выделены. Вы мне поясните, как будет происходить работа эта дальше. И когда мы решим эту задачу. То есть когда у нас в полном объеме пойдет пассажирский транспорт. У нас будет полностью восстановлена вся ширина проезжей части. И будет произведена отсыпка щебнем. Соответственно, это позволит пустить снова общественный транспорт. Когда мы запустим? Я думаю, что максимум с 1 мая. По временной схеме там в рамках ЧАЭС автобусы все же ходят, но только до оползневого участка и сразу за ним. А непосредственно там, где оползли, люди в целях своей же безопасности проходят пешком. Конечно, пока неудобно, но они понимают трудности временные. Один автобус оттуда, вот там становится, а второй с города. Вот таким образом. При этом черешня не отрезана от внешнего мира. Магазины и аптеки работают в обычном режиме. Ремонтные работы оползневого участка рассчитаны на месяц-полтора. Новость о том, что начинается восстановление дороги, жители восприняли с воодушевлением. На той неделе я видел, делали геологические изыскания. Я сам строитель, поэтому понимаю, что если зашли буровые, забуривают, смотрят керн, то это значит, скоро будет проект. Раз будет проект, значит будет и работа. Сейчас в городе идет ремонт сразу 30 дорог общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В основном ремонтируется прибрежная зона. На первом этапе работ израсходуют 260 миллионов рублей. Но глава города отмечает, на втором этапе работ больше внимания надо уделить сельским дорогам. Сельские населенные пункты обязательно, я понимаю, что сейчас надо уделить внимание прибрежной, потому что близится пляжный сезон. Но главная задача – это выполнить все те обязательства, которые мы взяли перед нашими селянами. В прошлом году на ремонт сочинских трасс было израсходовано более 580 миллионов рублей. В этом году выделят миллиард. Елена Овсецына, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи иностранные граждане в торжественной обстановке получили паспорта и принесли присягу Российской Федерации. Торжественную церемонию вручения паспорта в Центральном районе полицейские провели совместно с членами общественного совета и представителями администрации. Паспорта вручили семерым иностранцам, которые изъявили желание получить гражданство Российской Федерации. Новоприобретенные россияне принесли присягу стране. После этого всех семерых поздравили со знаменательным событием, а также пожелали соблюдать законы и бережно относиться к своим документам. Сегодня стартовал молодежно-городской фестиваль «Шаг в политику». В нем приняли участие команды практически всех высших и среднепрофессиональных образовательных учреждений Сочи. Проводится фестиваль ежегодно. В этом году он десятый, юбилейный. Для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня правовой культуры, гражданской ответственности молодых избирателей Сочи. Почетным гостем фестиваля стал глава города Анатолий Пахомов. Сегодня «Шаг в политику» – это своеобразный фестиваль настоящих демократических выборов, где все предельно ясно, прозрачно и честно. Ребята теперь готовы принимать сознательные выборы, они действительно анализируют, думают. Это мероприятие лишний раз помогает обратить внимание на такие важные события, которые у нас так редко в стране происходят. Потому что выборы у нас только раз в 6 лет президента, это действительно очень важно. Сегодня студенческие команды представили на суджюре тематические видеоролики и даже частушки с агитационными призывами к участию в выборах. В последующих пяти турах молодые избиратели представят эмблемы, слоганы и девизы своих команд, примут участие в брейн-ринге на знании основ избирательного законодательства, попробуют свои силы в публичных выступлениях. Люди, которые в состоянии разобраться в политической деятельности, в политических программах, в избирательном процессе, это полноценные граждане нашей страны. В состав жюри фестиваля вошли специалисты избирательных комиссий Сочи, депутаты городского собрания и законодательного собрания края. Ветеран Великой Отечественной войны Идея Морозова передала сочинским школьникам книгу «Золотая слава Кубани». Ее она посвятила военной истории Краснодарского края. Торжественная церемония состояла сегодня в Музее боевой славы гимназии номер 16. Идея Валентиновна – одна из самых активных в городе ветеранов. Ее знает каждый школьник. В свои 93 года находит силы и время, чтобы проводить для школьников уроки мужества. Идея Морозова в собственной квартире создала Музей истории Великой Отечественной войны. Принимала Идея Валентиновна участие и в создании этого школьного музея боевой славы. Экскурсии здесь проводят сами ученики 16-й гимназии. Мы чувствуем ответственность, которая передается нам, чтобы мы не совершили, чтобы мир был во всем мире. И когда рассказывают об этих ужасах войны, становится как-то не по себе. Дрожь проходит по всему телу. За ветеранов, конечно, гордость, что они подарили нам мир. И мы гордимся ими. Уроки мужества со школьниками не проходят даром, говорит Идея Валентиновна. Ребята осознают весь трагизм Великой Отечественной. И это читается между строк. Самое лучшее и дорогое – Родина. Горе твое – это наше горе, Родина. Правда твоя – это наша правда, Родина. Слава твоя – это наша слава, Родина. Огромную пользу, уверена Идея Валентиновна, детям принесет и ее новая книга «Золотая слава Кубани». На 156 страницах ветеран Великой Отечественной, сестра Милосердия, изложила историю Кубани времен войны. Эта работа заняла первое место на краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз имени маршала Жукова. Я решила, что этот альбом должен быть использован всеми школами нашего города, всеми молодежью, чтобы молодежь не забывала. Страшное время наступило, я считаю, когда врываются в нашу историю и начинают ее выворачивать наизнанку. Историю надо хранить. Поэтому я делаю это все, материалы и встречи. Управление по образованию и науке города приняло решение перевести книгу в электронный вариант и передать страницы истории Кубани, написанные Идеей Морозовой, во все образовательные учреждения Сочи. Сочинцы привезли с первенства и чемпионата Европы по джиу-джитсу 10 медалей. В Москве во дворце спорта «Динамо» прошло первенство и чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из 26 стран. Боролись представители 82 клубов бразильского джиу-джитсу, сборную команду Краснодарского края и международную команду представляли спортсмены из Сочи, Краснодара, Кореновска, Красноармейского района. В первый день первенства Европы сочинцы завоевали семь медалей. Золото Амалия Мамедова и Денис Цицуев, серебро Мария Авдеева, Василий Маргиев и Марк Бритиков, бронза Ливан Маркарян и Дмитрий Кузьменко. Во второй день чемпионата Европы Ольга Авдеева удостоилась золотой медали. Анастасия Чевская получила серебро, уступив в схватке спортсменки из Арабских Эмиратов. А Екатерина Поликашина стала третьей и получила бронзу чемпионата. Все спортсмены представляют спорт общества «Динамо». Напомню, джиу-джитсу на курорте развивается недавно, с 25 августа. Однако за это время у Федерации японской борьбы курорта уже есть высокие достижения. В рядах спортсменов чемпионы Кубани, победители призеры первенства и чемпионата России Сочинцы также входят в сборную команду не только края, но и страны. Все новости уже на нашем сайте fkt.com В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.